МЕЕЕЕЕЛКИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ старшеклассников нарвался, и они мне обещали то, что уши на жопу натянут. Вот тогда я так и бегал. Много. Мелкий, у нас с тобой осталось 10 минут. 10 минут до того, как вот этот весь временной континуум переплетётся, и все вселенные сломаются к чёртовой бабушке, как это сказал тогда вот этот безумный учёный. Бомжара, а давай ты нам не будешь усложнять всю ситуацию. Я тебя прошу, вот просто скажи нам то, что ты остаёшься в городе и никуда не улетаешь. Бомжара! Мелкий, 10 минут. 10 минут на то, чтобы убедить бомжару не улетать из города. Вот что ты натворил хрыщ усатый, а? Ну вот зачем тебе это надо? Ты же скоро улетишь вообще из этого города. А кто мэром-то здесь будет, а? Никто! Потому что ты почему-то решил то, что бомжара очень плохой мэр. Так. Леночка, заглуши пока двигатель. Заглуши пока двигатель и вылезай. Вы никуда не летите. Ну чё ты как маленький? Мне сейчас полчаса тебя что ли уговаривать, а? Ну никуда не улетай. Ну я тебя прошу. Ты на меня, может, посмотришь и перестанешь меня игнорить уже, а? Да какой смысл мне здесь вообще оставаться? Я больше никак не могу помочь этому городу. Можешь! Можешь, бомжара! Ты вообще самый лучший мэр этого города за всю историю его существования. Ну подумаешь! Ну подумаешь, что пятёрочка уже пять лет открыться не может. Ну а когда-нибудь же она откроется? Да, мелкий, когда-нибудь она в будущем сто процентов откроется. Как нам его переубедить? Я вот это не понимаю. Оставь его в мэрах этого города. Я тебе обещаю, я ему лично буду помогать. Мы с бомжарой будем улучшать жизнь в этом городе каждый божий день. Пожалуйста! Второй шанс! Ты сейчас жизнью играешь, если мы с мелким за семь минут не успеем добраться туда, куда надо. И мне кирдык, и те кирдык. Хммм... А вот это на самом деле хорошая идея. Я снова сделаю бомжару мэром этого города только в одном случае. Если ты станешь его заместителем и правой рукой. мэром... Ну... В принципе... А чё бы депутатом не стать? А бы в политику почему бы не податься? Хорошо! Я стану его заместителем, но только при одном условии. Если мелкий станет заместителем заместителя этого города. Ну то есть, если мелкий будет моей правой рукой, будет меня замещать, пока я буду замещать бомжару. По рукам? Вот и договорились! Бомжара! Подойди сюда! 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 Иди сюда! Иди сюда! Этот, эм... Господин Президент тебе хочет что-то сказать. Подойди ближе! Давай! 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 Бомжара! Я возвращаю тебе должность мэра этого города! Смотри, не подведи меня! Сделай так, чтобы город процветал и снова заиграл красками! Господи! Я не верю своему счастью! Леночка! Собирай свои монетки обратно! Мы никуда не улетаем! Вот и замечательно, бомжара! Вот так бы с самого начала нужно было сделать! Всё! Леночка, вылезай с этой тарантайки! А ты, мелкий, садись в эту тарантайку, потому что если мы пешком туда пойдём, мы точно не успеем! Всё, ребятушки, я вам тут желаю хорошего обратного переезда в мэрию! Ну вот это тебе тоже всего наилучшего! Вот это президент, мелкий, валим отсюда! Садись в самолёт! Вы же не против, если мы ваши самолёты одолжим? Ага, всё-таки замечательно! Главное не разбиться! Главное не разбиться! Главное не разбиться! И вверх, мелкий! Ты там далеко не разгояйся и далеко не улетай! Вот сюда, на вот эту вот дорогу возле сарая! И спускаемся! Сейчас башку себе точно разобью! Э-э-э-э! Так! В жопу! В жопу эти самолёты! Просто на ходу выпрыгиваем! Так! Мелкий походу потерялся, да? Как я понимаю! А, бежишь вот там, да? Ну я говорю, в жопу эти самолёты на самом деле! Вот, вот, вот я понимаю машины! Четыре колеса, руль в руках просто держишь и едешь! Так! Тащи машину времени на вот это, на дорогу и сваливаем отсюда! Но только у меня вопрос один есть! А где машина времени, мелкий? Мы же когда уходили, я тебе говорил припарковаться вот здесь, возле, возле кустов! Мелкий, где машина времени? У нас пару минут осталось до того, как там свалить нужно! Ты чё, на ручник Йоги поставил? Она чё, укатилась куда-то, что ли? Беда на беде! Как обычно, каждый раз! Короче, иди сюда за мной! У меня есть небольшая идея! Чё-то мне кажется, то что это не машина куда-то укатилась! Чё-то мне кажется, то что там стоял же возле этого портала этот безумный учёный! И походу он её забрал! Я не знаю, может там починить её, может там масло поменять! Фиг его знает! Но если он её забрал, значит для чего-то он её забрал! И я очень сильно надеюсь то, что мы с тобой, мелкий, ничего не забыли! Бомжары помогли! Президента убедили! Маньяков обратно закрыли в тюрьме! Осталось машину времени добыть, которая каким-то чудесным образом пропала у нас из-под глаз! И заправить её и свалить из этого сентября обратно в декабрь! Там, кстати, уже и снежок, наверное, в декабре выпал! Так... А чё это за фигня-то происходит, а? Таааак... А я надеюсь то, что наш учёный не внутри там находится так мелкий! Иди за мной, только аккуратно! Или иди хотя бы пожарников вызови! Я в душе нечаю! Чё здесь происходит-то, господи?! Машина времени! Ааа... Ты чё, псих ненормальный, танцуешь здесь вот это посередине огня?! И ты чё машину не спасаешь?! Я должен... Я должен был положить всему этому конец! Я должен был сжечь машину времени, чтобы больше никто не использовал это творение сатаны! ЭТО ТЫ ТВОРЕНИЕ САТАНЫ?! Какая машина?! Нам же сначала надо вернуться обратно в будущее! А потом уже сжигай хоть себя здесь, в этом доме! Ты чё делаешь?! Вам меня уже не остановить! Всё уже кончено! Я тебе сейчас по башне чем-то стукну так хорошо, что мелкий стрель ему этот срогатки в голову! Я тебе сейчас чем-то так хорошо стукну, то и вот потом точно будет всё кончено! Ты чё, неадекватный?! Тебя же в будущем потом убьют, как бы! Мы тебя в первую очередь спасаем! Всех убьют, если мы не вернёмся обратно в наше время! Придуришь! А... Да? А... А я тоже в будущем умру? Ну как бы да?! Я тебе это вроде уже говорил, то что манеки тебя в будущем тоже запердохают! Вот здесь, в твоём же доме! Поэтому мы вернулись сюда, чтобы всё исправить! Эээ... Ой... А машина уже... Догорает, вроде как... Да я это прекрасно вижу! Но ты понимаешь, что у нас с мелким вообще уже времени не осталось? Наверное, последние две минуты! И после этого мы никогда не сможем вернуться обратно домой! Чё нам делать-то сейчас?! Если мы здесь застрянем, то всему миру карантин просто наступит! Ну, вы не паникуйте раньше времени! У меня есть запасной план! Какой ещё запасной план?! У тебя чё, вторая машина времени где-то есть?! Ну, нет! Не вторая! Но у меня есть первый прототип машины времени! Вы можете с его помощью вернуться в своё время! Ну так, а чё ты молчал это?! Давай, заправляй же эту шайтан-машину и мы с мелким отсюда сваливаем! Заходите! Давай! Иди мелкий, иди первый! Проверь, чё там внутри находится! Так! Ну? И где твоя, вот эта вторая машина времени?! Вот она! Перед вами! Садитесь и улетайте! Куда садиться и улетать?! В ванну что ли?! Помогите мне сломать окно! А-а-а-а-а-а-а-а! За удача нам сегодня сто процентов понадобится! Мелкий, ты там главное не, не утони! Но, но снаружу! Но, но с воды высунь, высунь! И полетел давай, Юрий Гагарин недоделанный! Давай! И... И... Йдрит меня в... в pupок! Если это фигня реально заработает, я... приду к тебе в гости в будущем и... в усы твои тебя расцелую! Давай! Всё! До встречи! А-А-А-А-А-А-А! Полетели! И кто бы мог подумать то что я... в 2020 году в ванне летать по воздуху буду? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Жди меня, главное, без меня никуда не улетай! Вот сюда! Ванну на голову бери, главное, не надорвись. Идём вот сюда и пердохай её куда-то на вот эти вот рельсы. С двух сторон. Не рядом со мной, а вот туда поставь. Я надеюсь, мелкий, то что мы в это прошлое последний раз вернулись. И больше мы с тобой здесь никогда не окажемся. Так. Я киборг-убийца Т-8000. Меня прислали из будущего, чтобы убить мелкого. Ща, подожди, киборг-убийца. Буквально пять секунд, подожди, отойди. Ща, подожди, мелкий, садись, киборг-убийца, пришёл тебя убить. Валим отсюда, давай со мной, мелкий! Раз, два, три! Мелкий, главное, не врежься куда-то, как я вот сейчас в вагон случайно залетел! Нет, вылезай! Всё, 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 вылезай из этой тарантайки прокнатой. Ты где? Мелкий. Снег. А это уже точно значит, что это, мелкий, нифига не сентябрь! Так, стоит олень, стоит снеговик, стоит одна, вторая, третья ёлочка. Мелкий, а мы с тобой, походу, дату не перепутали и всё же вернулись именно в дикабрь, именно туда, куда нам и нужно было с тобой. Так, давай сразу в город побежим, там сразу же станет всё ясно. Если, если Стёпка жив, если Генка жив, если все живы, тогда мы вернулись, мелкий, с тобой именно туда, куда нам нужно. В сраный 2020 год, чтобы его чёрт проклял, и он, чтобы уже закончился так быстро, как только можно. Больничка Елены Ветрянкиной цела, мелкий. Твоя школа тоже цела, куда ты уже завтра отправишься, если мы с тобой вернулись туда, куда нам надо. Даже осёл твой жив, которого ты где-то приручила, я до сих пор не знаю, где и откуда ты его, из какого зоопарка украл. Весь город просто в ёлочках, всё украшено, везде саночки, везде снеговики. Мелкий, мы с тобой походу окончательно справились, оставь бедного ослайди куда-то его в дом, зато ещё он замёрзнет сейчас, вот это до смерти. Мы с тобой, мелкий, находимся точно там, где нам нужно. А это может значить лишь одно. То, что мы с тобой справились со всей этой жопой, которая происходила в этом городе. И Новый год настал, и зима наступила, и вот Стёпка вроде жив, и Генка, и Ритка. А вы чё, не рады нас видеть вообще, что ли? Куда вы побежали, чё происходит? А вы где шляетесь всё это время, а? Да как тебе сказать, там долгая история. Леночка рожает, я буду её крёстным. А-а-а-а-а, вот чё рад. Лена рожает, мелкий, слезай с этого, с-с-сосла этого. Ну, как мы вовремя с тобой вернулись, да? Именно, дурот, Леночки. Ну, вот, вот видишь, мелкий. Мы с тобой точно со всем этим справились. Леночка, подожди, не рожай без меня, я тоже на это посмотреть хочу. Но только у нас опять проблема есть, небольшая, мелкий. Заходи сюда, обратно, давай, не-не-не-не пускай в этот сквозняк. Так, закруй ты эту дверь уже, господи. Так, раступитесь. Стёпа, тащи памперсы. Бабжара, ты тащи, что-то тащи. А ты, Ритка, да-да-да-да, иди-ди-ди, позови кого-то, иди, что-то сделай. Учебники мне притащи, там первая помощь, как рожать. И ты, Генка, тоже куда-то иди. Так, Лена. Ну, ты же врач, единственный в этом городе. Ты нам тогда давай и говори, что нам вообще с мелким делать, а то я не понимаю. Надо перерезать пуповину. Ага. Мелкий, тащи ножницы. Сейчас пуповину резать будем. Ну, слушай, Леночка, мелкий, походу, не умеет пуповину резать. Я тоже как-то не очень умею. Так. А на помощь-то кого-то вообще можно бы вот это... Скорая помощь? Откуда у нас в городе скорая помощь вообще взялась, кроме Леночки? Кто залетел? Кому принять роды? Да я бы не отказался, если бы и меня что-то приняли, потому что я сейчас реально кого-то рожу от таких вот фактов. Блин, Леночка рожает! Идите у Леночки принимайте роды! Бомжары, да ты такой молодец! Это ты скорую помощь! Вот это в нашем городе нанял. Да давно уже. А что такого? Я всё же мэр этого города. Значит, всё же что-то после путешествий во времени поменялось. Бомжара нормальным мэром наконец-то стал, да? Который начал следить за всем, что здесь происходит. Всё, внутрь давай, заходи. Ну, откачивай мелкого! Мелкому тоже долго в обмороке находиться нельзя. Леночка рожает, она сказала, пуповину резать надо. Я резать ничего не буду. Режьте вы! Редактор субтитров А.Семкин